Энн Колтер написала новую книгу под названием «Сопротивление бесполезно. Как ненавидящие Трампа-либералы потеряли их коллективный разум». Она выходит завтра, и нам представилась возможность первыми обсудить ее с автором. Энн, чему вы научились, потратив столько времени на изучение либералов, настроенных против Трампа? Ну, ваше описание в точности подходит под Невер Трампов. Я считаю, что либералы действительно ненавидят рабочий класс. Толпу из Волнарта, и это они видят и в Трампе. Атакуя его, они невзначай атакуют средний класс, так как технически он является миллионером. Миллионер, который стал президентом. Но в конце концов они просто считают, что он противен. И из-за этого они без конца говорят о сговоре с Россией и американском кризисе, не пуская никого в их маленькое пространство. И поэтому даже умные люди становятся все безумнее и безумнее, за что они впоследствии вознаграждены. Одно время таких людей, как Джон Брэннон, Картер и Каннивер, либералы были готовы порвать на кусочки и скормить собакам. И все, что они сделали, это стали писать эти неуравновешенные твиты, как, например, Джон Брэндон. И вдруг ни с того ни с сего он становится героем. В своей книге я обсуждаю не только всю ложь, что Брэндон говорил, и почему его ненавидели. По веской причине, кстати говоря. Он был главой ЦРУ и постоянно врал, и либералы действительно его ненавидели. Но когда он начал писать эти ненормальные твиты про Трампа, его сразу же стали восхвалять. У меня в книге есть даже целая строка, посвященная всем званиям, которых он был удостоен, после того, как начал все это писать. Один из высоко уважаемых людей и глубоко доверяемый CNN. Прямо сказка про Золушку какая-то. Могу ли я задать вам вопрос, о котором я думал год или полтора, ответ на который я до сих пор не знаю. Группа, которую либералы ненавидят больше всего, средний класс, который вы верно выделили, группа, которую Трамп представляет, это также группа, которая живется хуже всех. Средний класс умирает, он становится все меньше и меньше. Почему же они не жалеют средний класс? Я думаю, что эта ненависть к Трампу привела к тому, что они потеряли все причины для этого. Мне кажется, что в прошлом обе партии утверждали, что заботятся о среднем классе и работягах. Обе партии были озабочены преступлениями, совершаемыми нелегалами и легальными эмигрантами в том числе. И легальные и нелегальные эмигранты совершали преступления. Но мы волновались об этом. У Трампа есть способность поднимать важные темы, которые волнуют американцев. Но сейчас все сходится к тому, что мой президент утверждает, что Америка не была такой великой. И если это то, чего он пытается добиться, конечно, часть или даже большая часть базы либералов тоже хотят этого. Но я бы очень хотела посадить либералов и спросить у них. Я не официант Венди с не библиотекой профсоюза, но я действительно забочусь о моих американцах. Так почему же они не делают того же? Это очень хороший вопрос. И я правда не знаю ответа на него. Но я согласен с вами, что кажется, либералы, несмотря на все остальное, разрушили все стандарты по отношению к себе. Они будут говорить все, что угодно. Они могли бы адресовывать реальные проблемы, связанные с Трампом, и говорить правду. Но они не делают этого. Да, и если бы противостояние было умнее, они бы прочитали мою книгу, в которой я даю хороший совет. Атаковать Трампа за то, что он действительно делает. Как мой друг Джо Дефидо сказал. Он сказал, это буфет. Прекрати приносить с собой еду в буфет. Там и так много к чему придраться. Прекрати выдумывать. Но они любят придумывать истории, и становится все безумнее, и все заканчивается тем, что у меня нет работы, и я могу смотреть целый месяц Нетфликс. Я в этом полностью уверен. Я читал вашу колонку, и те люди, смотрящие вас по телевизору, могут не знать о том, что вы пишете все сами, и вы безупречный писатель. Даже люди, не согласные с вами, должны согласиться с этим. Я надеюсь, ваша книга продаст сатонами. «Сопротивление бесполезно». Величайшее название книги в этом году. Энн Коутер, спасибо. Спасибо, что пригласили. Субтитры создавал DimaTorzok